МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Саров для своих. Волонтеры отшивают для бойцов необходимые вещи. Всегда молодой в библиотеке Маяковского открылась выставка, посвященная Владимиру Ленину. Покоряя столицы, юные саровчанки в очередной раз стали победителями вокальных конкурсов. Далее расскажем обо всем подробно. Программу бесплатного переобучения граждан расширило правительство РФ. В рамках проекта «Содействие занятости» в этом году граждане смогут пройти программу бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным направлениям. За прошлый год таким образом обучилось более 150 тысяч человек. В 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей. По поручению президента в действующую программу добавлены новые категории граждан. Участниками программы смогут стать граждане, обращавшиеся в службу занятости для поиска работы, инвалиды, родители или опекуны, находящиеся в отпуску по уходу за ребенком до трех лет. При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей до школьного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов в специальные военные операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения. Заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале «Работа России». Для каждого региона там сформирован перечень специальностей, в которых есть потребность на местах. Творческое объединение «Своим» продолжает адресно помогать фронту. Волонтеры отшивают ветра и водонепроницаемые жилеты, теплые толстовки, на лето готовят маск-халаты. Недавно саровчане приехали из Луганска и Херсонского направлений и уже готовят следующий гуманитарный конвой. Подробности далее. Недавно волонтеры объединения «Своим» ездили в Луганск и Херсонское направление, отвозили гуманитарную помощь, а также машину-буханку с противодронной системой, которая была необходима бойцам для перевозки раненых. Добровольцы уже снова готовятся отправиться в путь на пять направлений, в том числе планируют посетить прифронтовые госпитали Херсонского и Запорожского направления. Там бойцы остро нуждаются в медикаментах, одежде, средствах гигиены. В будущем объединение планируют отшивать для раненых пижамы, трусы, майки и футболки. Если есть желающие швей, которые шьют на дому, но обязательным условием нужен оверлок. К сожалению, на обычной машинке не все манипуляции с изделиями можно делать, тем более здесь придется работать с трикотажем. Поэтому, если у вас есть оверлок и вы можете найти время пошить, то несложные изделия, трусы, майки, футболки и в том числе пижамы для госпиталей мы можем вам выдавать уже в раскроенном виде. Сейчас мастерицы работают по запросу от бойцов. Отшивают ветра и водонепроницаемые жилеты, теплые толстовки. Отряды стоят на берегу моря, откуда дуют пронизывающие холодные ветра. Поэтому ребят нужно утеплять. Швей приступили к изготовлению носилок, волокушки и подсумков. Эвакуационные стропы усовершенствовали. Отшили для них чехол, из которого можно быстро и легко вытянуть стропу. В швейной мастерской помогают не только постоянные волонтеры, но и школьники. Для них работа всегда находится. Объединение планирует набирать группы для детей для мастер-классов. Изготовление сухого душа, изготовление эвакуационных строп, что детям под силу и легко, и даже взрослым и родителям будет это интересно посмотреть, поучаствовать. Мы планируем начать в летние каникулы. Возможно, пришкольный лагерь может к нам обратиться, муниципальная организация, где занимаются дети, может быть, какие-то летние лагеря. Можно будет обращаться небольшими группами. Мы будем приглашать к нам ребят. Объединение своим уже готовится к летнему сезону. Заготавливают выкройки для маск-халатов из тонкой дышащей ткани. Желающих приглашают помочь с пошивом. Сейчас в зоне боевых действий налажено стабильное снабжение продуктами и предметами первой необходимости. Если вы хотите внести свой вклад и чем-то помочь военнослужащим, обращайтесь в объединение. Если есть желание помочь, проще позвонить, связаться со мной, задать вопрос. Мы скажем, в чем необходимость, нужда, например, на данный момент. И вы просто можете выбрать ту или иную позицию и закупить, например, вашим коллективом. Творческое объединение своим находится по адресу улица Пушкина, 24А. Телефон плюс семь девятьсот пятьдесят два четыреста семьдесят пять девяносто пять семьдесят. Экстренным службам могут разрешить таранить мешающие проезду транспортные средства. Соответствующую инициативу сейчас готовят депутаты к внесению на рассмотрение в Госдуму. Суть идеи в том, что водители, скорые или пожарные, а также государства в случае тарана не будут нести ответственность за повреждения. А сами спецавтомобили нужно оборудовать усиленной защитой бамперов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выиграть автомобиль и другие ценные подарки можно на избирательных участках. 15 марта вместе с голосованием за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды стартует викторина «Купно за едином». Волонтеры проекта будут работать в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Чтобы принять участие в викторине после высказывания мнения за территорию для благоустройства, нужно обратиться к волонтеру проекта на точке рейтингового голосования и правильно ответить на вопросы, посвященные истории Нижегородской области, которой в этом году исполняется 310 лет. В числе подарков – смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, а также автомобиль. В этом году саровчане могут отдать свой голос за тропу здоровья, яблоневый сад или территорию между стадионом Икар и улицей Советской. Домашняя игра хоккейного клуба «Саров» в рамках чемпионата высшей лиги Нижегородской области по хоккею с шайбой пройдет на выезде. Первую финальную встречу с ХК «Княгинина» наши спортсмены проводят на домашнем льду. Но так как в нашем ледовом дворце в дне матча будет работать избирательный участок, игра пройдет в Ордатове. Хоккеисты приглашают болельщиков поддержать их в этой важной встрече. Она состоится в субботу, 16 марта. Для саровчан будет организован автобус отправления от остановки «Дом молодежи» в 11.40. Стоимость проезда туда-обратно – 200 рублей. Заранее зарегистрироваться на рейс можно по телефону 6-26-22. «Ленин разных поколений» – тайная экспоната. Выставка «Мемориал» с таким названием открылась в городской библиотеке имени Маяковского. Ее приурочили к столетию со дня смерти Владимира Ильича. В экспозиции документы, историческая и художественная литература, а также атрибуты советского времени, связанные с образом Ленина. На открытии вместе с саровскими студентами побывала и наша съемочная группа. «Умер Ленин, но дело его живет» – этот лозунг про возглашенные партии после смерти Владимира Ильича до сих пор отзывается в сердцах многих поколений. 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина – одной из самых мощных личностей отечественной и мировой истории. В связи с этим в городской библиотеке имени Маяковского открылась выставка «Мемориал Ленин разных поколений» – тайная экспоната. «На выставке «Мемориал Ленин разных поколений» – тайная экспоната представлены не только документальные издания, историческая и художественная литература, но также и труды, созданные вождем. Книги написаны о нем». Также в экспозиции представлены атрибуты советского времени – вещи с образом Ленина, которые хранятся в семьях горожан. Так свою коллекцию литературы и значков представил депутат и педагог СПТ Михаил Савин. Ее он собирал около восьми лет. Сейчас изучать их и биографию Владимира Ильича приходится подопечным Михаила. «У меня очень хорошее впечатление насчет этой выставки. Можно еще раз понять, что Ленин, он очень важен для нашей истории в общем». «Да, мне тоже очень понравилась выставка, особенно вот значки, которые вот тут, сзади меня. Как мне кажется, Владимир Ильич Ленин был, да и сейчас остается очень великой фигурой. Многих людей он вдохновил и, мне кажется, будет вдохновлять». Сотрудники библиотеки совместно с представителями КПРФ и ветеранами-экспертами организовали для студентов города викторину, в которой проверили знания биографии Владимира Ильича. Победу одержала команда Саровского политехникума. Посмотреть выставку «Мемориал Ленин. Разных поколений. Тайны экспоната» можно до конца года на втором этаже городской библиотеки имени Маяковского. Возрастное ограничение 12+. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Воспитанники детской школы искусств стали лучшими в нескольких вокальных конкурсах. Ксения Занина покорила Нижний Новгород на всероссийском конкурсе-фестивале «Абсолютно» и международном конкурсе-фестивале «Энергия звезд». Отличные результаты показали и вокалистки Анна Шишкина и Дарина Однороб. В Москве они стали победителями конкурса исполнительского искусства. Дедушка Дарины Однороб подарил внучке талисман удачи – необычные бусы. И теперь девочка всегда берет талисман с собой на все конкурсы и фестивали, чтобы меньше волноваться и успешно выступить на сцене. И в этот раз подарок дедушке сопровождал юную вокалистку. В Москве на седьмом международном конкурсе исполнительского искусства «Мьюзик Проспект». Дарина исполняла народную песню «Блины». И она как бы похожа, как будто бы ее можно петь на масленицу. Там же про «Блины» сказано. У меня прошелся при ней хорошо, но немножко тяжело было исполнять. Почему? Ну, я там волновалась. Анна Шишкина на конкурсе исполняла романс «Не забудочка» Алябьева. Как признается вокалистка, романс петь непросто. Пришлось потрудиться, чтобы правильно его исполнить и технически, и эмоционально. Сам романс, они очень, даже по словам, их сложно учить. И они много разных моментов, которые могут сложно даваться. И просто выучить романс – это просто сложно. На мой взгляд, его исполнять сложно, но я считаю, что я справилась. Жюри высоко оценила уровень мастерства Анны Шишкиной и Дарины Однороб и пригласила девочек выступить на галоконцерте, который прошел в музее Скрябина. Анна и Дарина стали лауреатами первой степени. Еще одна звездочка детской школы искусств Ксения Занина достойно представила город на всероссийском вокальном конкурсе-фестивале «Абсолютно» в рамках проекта по развитию культуры и творчества в России «Наследие фест» и на международном конкурсе-фестивале «Энергия звезд» при поддержке Фонда развития детского и юношеского творчества «Орбита таланта». Эти конкурсы дали большой опыт. Жюри говорили свои точки мнения, говорили, что, например, что вот в этом лучшем месте, например, так-то сделать, а по-другому немножко. И тем самым они тоже помогли как-то ее доработать, чтобы на следующем конкурсе, когда я приехала, было более лучше и звучала песня, и доработана была. На конкурсах Ксения выступила с песней «Небо славян». По решению жюри соровчанки присудили высшие награды – звание лауреата первой степени. Ксения Занина в будущем хочет поступить в Гнесинку, поэтому каждая победа приближает ее к заветной цели. Выставки, спектакли, спортивное состязание. Традиционно активную программу на выходные подготовили для соровчан городские организации. Куда пойти и что посмотреть, расскажем в нашей рубрике «Афиша». Театр приглашает всех желающих старше 12 лет на премьеру месяца «Спектакль 19. Начало в 18.00». А в 11.00 пройдет сказка для малышей «Ищи ветра в поле». Билеты можно приобрести и по Пушкинской карте. Для маленьких зрителей 16 и 17 марта в 11.00 откроет свои двери театр «Кукол Кузнечек». Там покажут спектакль «Каля-маля». Спектакль рекомендован к просмотру детям с трех лет. Городской музей приглашает всех желающих на экскурсию под грифом «Секретно» к 115-летию со дня рождения Самвела Кочарянца. В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи из фондов городского музея. 16 марта с 10 до 16.00 в художественной галерее пройдет экскурсия по выставке «Весенний день», на которой представлена живопись из художественного фонда без возрастных ограничений. В музей народной игрушки пройдет выставка творческих работ Лидии Александровны Кузьминой «Волшебный мир своими руками». Также можно в музее увидеть выставочный проект «Все начинается в семье». История первая – это у нас семейная. Выставка творческих работ семьи Позняковых Квач. Парк культуры и отдыха имени Зерно 18 марта приглашает всех желающих на празднование Солнечной Масленицы. В программе концертные выступления вокальных коллективов, ярмарка, выставка города мастеров, аттракционы, игровые площадки. Начало в 12.00. Центр внешкольной работы приглашает всех желающих на празднование Масленицы «Весеннее настроение». В программе театрализованы игровые программы для горожан. Праздник пройдет сразу на двух площадках города. Здание ОБЦ Силкино 10.1 и сквер перед школой номер 12. Гоголя 12. 17 марта в 10.00. Клуб «Прайм» приглашает всех желающих на седьмой тур в боулинг-лиге города Саров. Сезона 2023-2024. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные. И это все, чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова